Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Короче, продолжаем зарабатывать деньги в OneState. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. Сегодня мы продолжаем играть в одну из самых реальных и реалистичных игр на твой телефон. А именно, как многие его называют, GTA 5, ну или просто OneState, потому что действительно чем-то напоминает, потому что действительно очень похоже. Но перед тем, как мы начнем, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видеоролика. Если ты туда захочешь попасть в следующий крутой видос, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое новое следующее видео. В общем, дорогие друзья, замечательный денек для того, чтобы продолжить зарабатывать в OneState. Когда я открывал кейсы, мне выпали тачки, которые, в принципе, мне уже в теории вообще не нужны, потому что я их уже покупал когда-то. Они у меня были не раз и не два точно. Вот эти две машины уже у меня были. Поэтому сегодня я их буду просто сливать в утиль. Как минимум, кроме этого, у меня еще была, выпала вот эта вот тачка, Lancer 9. Я думаю, что я ее все-таки оставлю, как под проект. И намучусь не какие-нибудь штучки. Поэтому отдельный ролик прям будет. Просто я не помню, чтобы у меня этот Lancer 9 был. Ну, допустим, допустим. Я бы даже заехал в автосалон, заехал посмотреть, чисто есть ли там они или нет. Потому что я вот не помню, чтобы я его когда-то покупал. Просто вот, как будто я его не видел там. Вот просто вот, да, вот в натуре я его там не видел. Опа, чуваки на гелике поехали. Но, конечно же, вот, ребята, я был сейчас не прав, потому что я начал движение, не посмотрев по бокам, что происходит. А на самом деле, всегда нужно смотреть. Поэтому, дорогие друзья, будьте, конечно же, внимательны, будьте бдительны и смотрите по сторонам. А кто где едет, это на самом деле очень важно. Хотя в этой игре нет сейчас никаких повреждений, но все же, дорогие друзья, будьте внимательны. Нас вот навигатор ведет по ходу по встречной полосе, хотя тут непонятно, кто где когда едет. Но все равно не суть. В любом случае, доехать уже остается совсем, буквально, чуть-чуть. И мы будем готовы сейчас получать денюжки. Денюжки за эту тачку. Денюжки за эту отличную большую тачку Dodge. Или нет, это не рамы, это, скорее всего, Ford Raptor. Что-то похожее на Ford Raptor. Но, на самом деле, не суть. Сейчас главное ее продать за какой-нибудь вкусненький ценник. Потому что я хочу нам уйти деньги, чтобы у меня были денюжки и на покупку бампера и прочие вещи для Lancer. Ух, я прям разгуляюсь, там будет очень жестко. Еще оттуда заработаю по-любому. Так, а, погодите, мы в стандартный автосалон приехали. Ё-моё, чуть-чуть не туда я приехал. Но все же, давайте сейчас глянем. Есть ли там Lancer 9? Ребята, я просто реально вот забыл, не могу вот вспомнить, был ли он там или нет. Ну-ка, давайте глянем, 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 глянем. Есть ли тут эта тачка вообще в автосалоне? Да, есть, 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 есть. Но я почему-то ее обходил, не помню, чтобы я ее покупал. Хотя, хотя, наверное, что-то было. Что-то было, но ладно, не суть. Все, теперь мы едем утилизировать, утивилизировать эти два автомобиля. Потому что надо заработать деньги, да и тем более место в гараже немножечко у меня появится побольше. Так, опять случайно зашел, второй раз зашел, ой, второй раз зашел в автосалон. Но, в принципе, такое бывает. Но тут загрузка, как видите, ребят, вот даже без всяких вот ускорений, тут загрузка довольно-таки быстрая. Я думаю, что и у вас на телефоне так же будет все кайфово. Так, опять я зашел в автосалон, да че ж такое? Почему я опять попадаю в него, хотя я должен просто выбежать из него? Ну, че-то, че-то, че-то я за это, запутался, походу. Надо, наоборот, выходить, а я туда-сюда вот хожу, прожу. Так, ладно, все, давайте выходим. Все, отлично, отошел я отсюда. Опа, чувак на банкирской тачке такой вот только что врезался в столб. В принципе, тоже с кем не бывает. Окей, ладно, теперь нам нужно точно утилизировать эти автомобили. Совсем не туда я поехал, ну, хотя я хотел это под конец ролика оставить, но, получается, наоборот, в начале. Съездил, посмотрел, все, но зато теперь я успокоился. Моя душа спокойная, потому что теперь я знаю, где, собственно говоря, и точнее, был ли там Лансер-9 или нет. Зато теперь будем быть спокойны. Все, отлично. Теперь нам нужно будет всего лишь доехать до утилизационной части, где у нас можно утилизировать машины. И почему вообще это нужно делать? В любом случае, ребята, это быстрый способ продать тачку. Если вы не хотите париться, стоять на авторынке, то это самое то. Это именно для вас придумали. Это, на самом деле, очень кайфово, классно и круто. Просто за секунду продавать тачки, это действительно очень облегченное желание. И, ну-ка, подъезжаем. И, да, миллион сто. Короче, ребята, мы в большом плюсе. За миллион сто мы продали только что тачку. И теперь у нас три шестьсот, почти четыре ляма. Мы можем даже какую-то премиум тачку зацепить. Но я вот что-то хочу на Лансер-9, прям ее сделать в активном тюнинге. Прям такую добротненькую тачку прям хочу замутить из нее, что-нибудь придумать. Там, тем более, для того, чтобы... Хотя можно и ламбой заняться, и чем-то еще. У меня много, что у меня и моя и ламба есть, и старый корвет, и еще у меня и кадиллак. Но что-то вот хочу вот именно Лансер-9 вот прям заняться. Потому что тачка имеет большой потенциал на тюнинг. Даже больше, чем Mazda 6. Да, ну, хотя Mazda 6 никогда и не являлась такой. Она как бы такая, в общем, машина для городских каких-то передвижений. Но все же. Поэтому, ребята, давайте теперь ее сейчас продадим. И... И хотя бы... 225 тысяч. Блин, я думал хотя бы полмиллиона. Но я что-то вообще загнул. Поэтому, дорогие друзья, обязательно переходите по ссылочке в описании. Качайте OneState. Я уверен, что вам игрушка понравится. Довольно-таки кайфовая. Довольно-таки интересная. С большим открытым миром. Много чего в ней можно делать. Вплоть до устраиваться на различные работы. Переодевать персонажа в разные скины. Покупать недвижимость. Покупать машины. Ну, реально, как GTA 5. Только на телефоны. Поэтому ссылочку я оставлю в описании. Качайте. Ну, а также, чтобы очень легко стартануть в игре. Чтобы прям начать с денежкой. Чтобы уже денежки были. Для этого, ребята, смотрите, что нужно сделать. Заходите в игру. Далее, ребята, вот смотрите. Далее, что происходит на следующем этапе. Для этого, ребята, вам нужно, когда вы зашли в игру. Вот тут над денежкой есть желтенький билет. Нажимаете на него. Далее, он открывается. И вот тут, в появившемся окне, вам нужно ввести мой промокод LICH. Вот так вот вводите промокод LICH. И после чего, получить. Нажали кнопку получить. Окей. Все. Теперь у вас все есть. Все четненько. Все круто. Все отлично. Все рады. Все просто кайфуют от этого. Поэтому, ребята, кодовое слово в этом ролике. Продажа двух тачек. Все, кто напишет слово продажа двух тачек. Обязательно попадет в мое новое следующее видео. Ну, а с вами был LICH. И всем до скорых встреч.